Здравствуйте! На канале ГРТ новости в студии работы Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах. На протяжении последнего десятилетия государство субсидирует аграриев, выращивающих урожай в теплицах. Качество производимых на местных предприятиях продуктов питания изучают студенты Аграрного факультета Камрадского государственного университета. Ежегодно 18 мая музейные работники отмечают профессиональный праздник. В Народном собрании Гагаузи состоялась встреча председателя Дмитрия Константинова с делегацией ОБСЕ во главе со старшим политическим советником Верховного комиссара ОБСЕ в Республике Молдова Натальей Миримановой. Во встрече также приняли участие депутаты Георгия Ильича, Александр Тарнавский, Николай Орманджи, Сергей Чемпоеж. Собеседники провели дискуссию по ряду актуальных вопросов. Взаимодействие центральных и региональных властей, деятельность совместной рабочей группы, статус гагаузского языка и изучение государственного передает пресс-служба НСГ. В ходе дискуссии стороны обменялись мнениями по обозначенным темам. В частности, спикер, говоря о перспективе диалога с руководством Республики Молдова, проинформировал об игнорировании центральными властями инициативы проведения рабочей встречи с депутатским корпусом. Сергей Чемпоеж сообщил, что молдавские власти, нейтрализуя законы АТО Гагаузия, не считаются с нами, устраняя с политического поля. Георгий Ильич отметил, что на сегодняшний день есть четкое понимание механизмов разрешения подобного рода споров в правовом поле, однако отсутствие политической воли, ответственности и невосприятия закона об особом правовом статусе ни на шаг не приблизили вопрос к разрешению. Александр Тарнавский отметил необходимость конституционного закрепления с поддержкой экспертов. Николай Орман же выразил надежду, что в ближайшей перспективе при содействии структур удастся достигнуть конкретных результатов по проблемным вопросам. В ходе встречи Дмитрий Константинов проинформировал представителей ОБСЕ и о другом проблемном моменте, связанном с несправедливо выписанными штрафами рядовым жителям автономии за ношение георгиевской ленточки. На специальном экстренном заседании в канун 9 мая Народное собрание отменило введенный молдавскими властями запрет на ношение символа победы. Во свою очередь Наталья Мориманова обещала оказать содействие со стороны ОБСЕ в решении обсуждаемых проблем, предложив организовать проведение совместной рабочей встречи с участием представителей центральных властей Республики Молдова и депутатов законодательного органа автономии. Делегация из Франции посетила Гагаузию. Это первый визит сенаторов Французской Республики в автономию. С представителями Франции встретилась башкан Гагаузии Ирина Влах. Глава Гагаузии совместно с сенаторами послом Франции посетила теоретические лицеи имени Именецку в Камрате. Руководство учебного заведения преподаватели и учащиеся ознакомили гостей с процессом изучения французского языка в лицее. Вот сегодня мы побывали на уроке. Я очень довольна. Я благодарна учителям за работу, благодарна нашим детям за то, что они очень восприимчивые. Они хотят учиться. Это важно. Они хотят продвигать нашу страну, нашу автономию. И я надеюсь, что наше будущее, будущее наших молодых людей будет очень достойным в Республике Молдова. Посол Франции в Республике Молдова Грэм Поль отметил высокий уровень знания лицеистов. Я был очень удивлен учащимися этого лицея, которые изучают французский язык. Я бы хотел, чтобы они больше контактировали с учащимися из Франции. Более 180 учащихся лицея имени Михаила Именецку изучают французский язык. Они отметили, что с удовольствием учат иностранный язык. Многие из них хотят в будущем поступить в ВУЗ Франции. Выбрала французский язык как дополнительный, потому что считаю, что это очень перспективный язык в наше время. И знать еще один иностранный язык, это поможет в будущем. Даже сейчас, когда я выпускница и буду, может быть, после 12-го, после того, как хочу учиться за границей, возможно, выберу Францию, потому что считаю, что это очень перспективная для молодежи страна. Я изучаю французский язык. Выбрали мы его с 5-го класса. И изучаю его, потому что он мне нравится. У нас базовый язык – это английский, но один урок в неделю у нас есть французский. Мы выбрали факультет французского языка, потому что у нас есть английский, и хотелось какого-то разнообразия. Французский как раз был вариант французского, и мы решили. Урок у нас проходит очень интересно. Мы сначала изучаем, допустим, текст, потом грамматическую тему и упражнения на основе этого. Во время дискуссии с учителями обсуждались возможности оказания методологической поддержки для преподавания французского языка в Гагаузии и повышения квалификации преподавателей. Марина Топал, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ Новости. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о регулировании цен на растительное масло. Как сообщила премьер-министр Наталья Гаврилицы, продукт включили в список социально значимых. По словам премьера, власти регулируют стоимость социально значимых продуктов, ограничивая на них наценку. Правительству в этих условиях стоит действовать на опережение, а не только реагировать на происходящее, отметила Гаврилицы, распорядившись, чтобы Министерство сельского хозяйства разработало план продуктовой безопасности страны. Супруги Эвелина и Петр Капанжи создали в муниципе Чадрелунга предприятие по производству и реставрации мягкой мебели. Оно было основано в 2013 году. Подробнее в сюжете Олега Тулогла. Супруги Эвелина и Юрий Капанжи на протяжении 9 лет продолжают семейный бизнес. Работают на собственном предприятии по производству и реставрации мягкой мебели. Они открыли 9 рабочих мест и считают, что таким образом можно внести свой вклад в развитие экономики Гагаузи. Для сотрудников предприятия создаются условия. В 2021 году производственные мощности были перенесены в более просторное здание. Супруги вспоминают, что начинать это дело было непросто. Наши родители начали этот бизнес. Мы уже 20 лет в этом бизнесе. Начали родители, мы приняли эстафету на себя. Все начиналось с обычного дома. Была небольшая мастерская. Мы все старались делать своими силами. То есть постепенно-постепенно мы росли, о нас узнавали люди. Работало сарафанное радио, кто-то нас хвалил. Из этого приходили родственники, соседи. Так получилось, что всего мы добились сами. Мы в прошлом году купили это помещение, это здание и набрали уже большую команду. Команда состоит из 9 человек. Работаем, слава богу, успешно, несмотря на сегодняшнюю ситуацию и с ковидом, и с ситуацией в Украине. Что могу сказать? Планы грандиозные. Хочется расширяться, хочется добавлять какие-то новшества. Закупка оборудования, закупка транспорта, обновление транспорта. Стараемся на все направления почти делать упор, уклон на расширение бизнеса. Сотрудники предприятия отмечают, что условия труда их устраивают, и они стараются выполнять свою работу качественно. Пока устраивает, все нормально, работать надо, как бы я работаю, и график устраивает. Мы работаем с 8 до 6, обеденный перерыв, час, суббота, с рассеяния, выходная. Как бы график работы, конечно, устраивает отношения, хорошие хозяев, начальников. Нету здесь жандармии, все вот. Мы, конечно, нехорошо к нам относятся, мы также стараемся работать ответственно. И чтобы у нас выходила работа качественная и хорошая. Стремление создавать рабочие места на родине – это хороший пример для молодежи автономии, подчеркнула Башкан Гагаузи Ирина Влах. Хорошо то, что эти молодые люди, которые занимаются данным бизнесом, свое будущее ассоциируют с этим городом, свое будущее ассоциируют с нашей Гагаузи, с республикой Молдовой. Они хотят, чтобы их родители были живы и здоровы, они хотят развивать свой бизнес здесь, они хотят, чтобы их дети ходили в наши садики, ходили в наши школы. Поэтому это очень хороший пример. Это очень хороший пример для всех молодых людей Гагаузи, которые, получив хорошее, качественное образование, все свои силы, знания и навыки направляют на то, чтобы создать предприятия, создать рабочие места и развивать как свою семью, так и развивать свой город. Развитие бизнеса создает новые возможности для жителей муниципи Ачадер-Лунга. Мелкий и средний бизнес – это то, на чем держатся, конечно, все населенные пункты, потому что если не будет развиваться мелкий и средний бизнес, то не будет никогда движения вперед. Это и рабочие места, это возможности здесь работать этим всеми. Вот это предприятие – один из примеров. К сожалению, таких примеров очень мало. У нас в Ачадер-Лунге хотелось, чтобы таких примеров было больше, чтобы такие мал и маленькие предприятия работали, чтобы создавали рабочие места и именно производство. Не просто купил-продал, а здесь непосредственно происходит процесс производства, работа с лесом, с материей. Соответственно, здесь, наверное, самый главный принцип – местных властей не мешать. Для нас важно, чтобы данная компания также имела всю необходимую информацию для того, чтобы получить поддержку, воспользоваться ей. Необходимо запускать производственный процесс и полный цикл на данном предприятии. Мы надеемся, что мы окажемся действием в приобретении оборудования, в информировании о программах, которые позволили бы им приобрести то оборудование, которое необходимо им для полного соответственно цикла. По мере развития бизнеса планируется и в дальнейшем увеличить число рабочих мест на предприятии Олег Дулогла, Леонид Афанус, ГРТ. Новости. Администрация филиала ГАГАУСГАЗ сообщает, что с 16 по 20 мая будет временно приостановлена поставка природного газа всем потребителям сел Ферапонтьевка, Чукмайдан и Авдорма в связи с необходимостью проведения планово-профилактических работ Молдова Трансгаз на газораспределительных станциях села Ферапонтьевка. Ведомство просит всех потребителей в данный период закрыть краны перед газовыми счетчиками и газовыми приборами. На протяжении последнего десятилетия государство субсидирует аграриев, выращивающих урожай в теплицах. За последние годы в регионе активно устанавливают теплицы по современным технологиям. Аграрии стараются в числе первых получить урожай и выйти на рынок, чтобы иметь хорошую цену и сделать продукцию конкурентоспособной наравне с импортируемой. Работа от зари до заката под силу не каждому. Да и, как говорят, дело идет, если душой к нему относиться. Тепличное дело требует не только основных знаний в сельском хозяйстве, но и нужно следить за новейшими технологиями. Большой тепличный комплекс установила семья Димча в Камрате. Мечта, которая была у хозяйки тепличного хозяйства Натальи, стала явью. Вместе с супругом, вложив собственные средства и грантовые, они смогли ее осуществить. Как и в любом деле, есть свои плюсы и минусы, говорит Наталья. Ну, плюсы есть в том, что здесь, конечно же, овощи в теплице не подвержены болезням, климатическим каким-то условиям. Минус, наверное, в том, что все-таки много уходит расходов воды. На сегодняшний день вода у нас стоит недешево, поэтому, конечно, затраты есть большие ежедневные, связанные с тем, чтобы напитать почву и напитать нужную культуру. В этом году решили выращивать не только одну культуру. Намерены получить хороший урожай огурца, перца, баклажанов и капусты, томатов разных сортов. Используют гибридные импортные семена. В этом году решили попробовать преднестровской селекции и не прогадали, говорит Наталья. Когда-то там была богатая база, они занимались на очень хорошем, достойном уровне. И у них семенной фонд большой. Вот мы решили взять оттуда семена и высадить. И гибриды, которые мы вырастили, и преднестровские в том числе, нас, конечно, радуют. Нет выращивания наших культур, никакой химии. То есть мы решили, что наша семья и наши близкие, друзья, и уже так получилось, что и потребители нашей продукции должны питаться экологически чистым продуктом. Это, конечно, дороже, это дольше по срокам. Но это гарантирует то, что мы будем здоровыми людьми. Мало посадить. Теперь необходим постоянный уход и полив. Для полива используют как артезианскую воду, так и дождевую. Её собирают в резервуары. Поливают вечером. А остальную работу стараются делать ранним утром, пока температура в теплице позволяет комфортно работать. Как говорит хозяйка, растение чувствует любое прикосновение. И если хоть один день пропустишь, многое упустишь. Вижу, что он кричит сос. У него выросли усы. Один усик – это сила половины огурчика. Значит, получается, что уже от усиков избавилась. И, соответственно, вижу, что ему требуется подвязка. Вот. Подвязываю его. Вот таким вот образом. И смотрю, что огурчики ещё могут повисеть. И через пару часов, я думаю, что где-то через часа шесть-пять, вот этот огурчик станет вот таким вот. Поэтому его лучше оставить пока. Помогают Наталье с мужем работать в теплице родные и близкие. Мама Натальи вместе с дочкой практически каждый день ухаживает за растениями. Работа трудная, но результат радует глаз. Да и прибыль, когда есть, появляется стимул для дальнейшего развития. Ну и, конечно, вся семья наша присоединилась, и папа, и я, и сваты тоже. Начиная от посева семян, дальше высадка в кассеты, потом в стаканчики, потом в грунт. Дальше прошёвка на руках. Руками ходим, щипаем травку, потому что уже когда подрастают кусты, нужно уже вручное. Не всегда сапа туда подойдёт. Потом подвязка. Короче, работы много. В конце апреля семья уже вышла на местный рынок с урожаем огурцов. И спрос на экологически чистую продукцию из года в год растёт. В этом году цена на овощи по сравнению с прошлым в разы увеличилась. Казалось, подорожание энергоресурсов, комплектующих для ухода за растениями. Тем, кто всё-таки решил заняться тепличным делом, Наталья Димча советует иметь не только финансы, но и отменное здоровье, желание и усердие. И тогда у вас всё получится. Зинаида Канцер, Григорий Ставилов, ГРТ Новости. Качество производимых на местных предприятиях продуктов питания изучают студенты аграрного факультета Камрадского государственного университета. На этот раз для них организовали дегустацию яиц ведущего производителя из города Флорены и одной из птицеферм Камрада. Студенты считают, что птицеводы при использовании дешёвых и новых сортов кормовых добавок не должны забывать о качестве продукции. На дегустации побывал наш корреспондент Зинаида Канцер. Во всём мире идёт поиск новых кормовых добавок для птиц, которые позволят не только повысить объёмы производства яиц, но и не снизить их качество. Студенты Камрадского госуниверситета отобрали две кормовые добавки, которые позволяют сократить расходы на кормление и увеличить производительность птиц. Исследование проводилось два этапа на двух птицефабриках страны – города Флорена и муниципе Камрад. Птиц данных производителей кормили кормами с разными добавками. Затем яйца, полученных на данных предприятиях, были сварены в лаборатории Камрадского госуниверситета в одинаковых условиях. И после этого были представлены для дегустации экспертам агентства по безопасности пищевых продуктов, птицеводам и сотрудникам университета. Они оценили 10 проб по пятибалльной шкале. При проведении дегустации определяется качество продукта, полученного от того или иного животного. И в зависимости от этого будет подбираться, скажем так, метод кормления и содержания животных для получения более качественного продукта питания, который потом попадает в реализацию. Участники дегустации отметили, что по окончании исследований необходимо дать рекомендации производителям животноводческой продукции. Как мы видим, что удорожает или увеличивается в цене те или иные компоненты, поэтому сегодня во всем мире ведут поиск наиболее экономически выгодных, так скажем, компонентов для составления рациона, будь то при производстве птиц, будь то при производстве тех или иных животных. Очень актуально в мире поиск идет новых нетрадиционных либо традиционных кормовых добавок. То есть получить корм с высокой конверсией, по питательности, по всем, но при этом, чтобы мы не имели излишние расходы, то есть чтобы оно еще было и нам выгодно. Во всем мире сейчас идет поиск новых кормовых добавок, поэтому мы исследовали здесь две кормовые добавки, но в разных пропорциях, в разных дозах. Руководитель Комрадской птицефабрики Владимир Кольчик отметил важность исследования. Оно позволит сократить расходы и сохранить качество продукции. С нашей точки зрения это интересный эксперимент. Как отличаются 10 образцов, как бы абсолютно вроде на первый взгляд они идентичны, похожи по вкусовым и органолептическим качествам. У меня большинство из них отличаются. И по цвету вроде как бы есть отличия, но когда начинаешь дегустировать, понимаешь, что вроде яйцо одинаковое, а на вкус и цвет, как говорится, все они разные. Для меня это своего рода тоже такой эксперимент, опыт, интересный опыт. В Комрадском госуниверситете в дальнейшем планируют провести исследование качества мяса и винной продукции. С Динеды Канцер, Влад Табачук, Алексей Герчу, ГРТ Новости. Музейные работники 18 мая отмечают праздник Международный день музеев. Подробнее в сюжете Ирина Караман. Комрадский историко-краеведческий музей хранит историко-культурное наследие народов, проживающих в автономии. О важности сохранения музеев мы узнали у директора музея Владислава Маринова. Сохранение музеев является одной из важных веков нашего общества. Это и история, это и культура, это и этнография. Музеи всегда занимались изучением, сохранением. Также продолжают эту работу. И, надеюсь, и дальше будут продолжать. Так что наши дети, они очень активные. На сегодня идет как акселерация. Это более новое мышление, более новое развитие. Но знание истории того, что было, происходило, помогает детям становление в обществе, как человека. Сегодня в Камрадском историко-краеведческом музее находится более 64 тысяч экспонатов. Самый интересный экспонат – это одежда национальная, гагаузская. У нас мы выставляли даже наши национальные одежды, выставляли в Кишиневе, в Музее культуры, этнографии. И очень интересный, да, по их мнениям, считается, что гагаузская национальная одежда, и мужская, и женская, она как бы оригинальная. Хотя были там экспонаты одежды из Румынии, разные, это самый странный, но наши считаются очень оригинальными. Региональный историко-краеведческий музей города Камрата был открыт в 1969 году, является ведущим музеем Гагаузии и одной из важных достопримечательностей Юга Молдовы. Ирина Караман, Сергей Георгиев, Алексей Герчун, Новости ГРТ. Очередной сезон в дивизии А по футболу был завершен. В рамках заключительного тура Камрадский Олимп проиграл в выездном матче Дачи и Баюкань со счетом 3-0 и остался на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Молдовы в дивизии А по итогам сезона. Чемпионом стал Тираспольский «Шериф-2», серебряный призер клуб «Виктория» из Бардар, бронзовый «Дачи и Баюкань» из Кишинева. В завершение выпуска о погоде. Камрадский Олимп проиграл прогреется до 19 градусов. Это были новости на канале ГРТ. Еще больше новостей вы можете узнать на нашем сайте ГРТ МД и на нашей странице в Фейсбук. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова